Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. В Кировском правительстве опять изменения. Еще одним серым забором в городе стало больше, а вятский воздух будут нюхать по-новому. Это субъективный взгляд на события этого дня по моей версии. Как всегда, коротко и занятно. Поехали! Следить за уборкой снега на улицах теперь будут кировчане. Для жителей города хотят организовать специальную систему онлайн-наблюдения. В личном кабинете будет видно, сколько машин убирает снег и на какой улице трудится техника. Об этом и не только говорили сегодня на еженедельном совещании в правительстве. Прошлая неделя выдалась для жителей города снежной. За 7 дней выпало около 25 сантиметров снега. К осадкам дорожники были готовы. Во время снегопада на дорогах работало около 300 единиц техники. Говорили, что в 7 часов утра мы должны максимально, если у нас снегопады закончились, пройти все улицы магистральные. Если у нас снегопады продолжительные идут, мы должны просыпаться. И после 7 дней мы уже все-таки с улицом уходим. Для того, чтобы не задерживать трафик у нас. В 9 часов мы должны снова на улице выйти, прогретать, просыпаться и так далее. Затем, как убирают снег в городе, глава администрации следит лично. Он оперативно реагирует на жалобы и выезжает на осмотр проблемных улиц. За такую работу глава региона выразил Симакову личную благодарность. Ну вот сейчас вот если посмотреть, просто вот сейчас вот я утром проехал через весь город, посмотрел, почищены хорошо, почищены даже стоянки. Жители города тоже должны иметь возможность следить за уборкой города. Зампредседатель области предложил открыть для кировчан доступ в личный онлайн кабинет. Там можно будет посмотреть, сколько единиц техники убирают улицы и где они работают. Губернатор эту идею поддержал. От темы уборки улиц перешли к работе управляющих компаний. Есть управляющие компании ответственные, которые действительно хорошо работают. Зарекомендовали себя у граждан хорошо. С ними общаются, вместе принимают решения. А есть компании однодневки, которые появились, схватили какие-то дома, забрали деньги. Но там экономики нет, сразу видно. В госжилинспекцию все еще обращаются кировчане по вопросам теплоснабжения и отопления. Каждый звонок на горячую линию специалисты обрабатывают. Из девяти поступивших звонков удалось решить проблему по шести обращениям. По остальным будут проведены проверки управляющих компаний. В правительстве области снова кадровые изменения. И о министра здравоохранения Андрей Черняев решил покинуть пост по собственному желанию. Он планирует взять отдых на восстановление сил. После Черняев обещал вернуться и возглавить одно из учреждений региона. Пока должность ИО министра здравоохранения займет Екатерина Ведякина. На место министра транспорта назначили Алексея Петрякова. Новый министр уроженец Астрахани успел поработать в Москве, Петербурге и Республике Крым. В должность он вступит 1 декабря. Министром лесного хозяйства стал Андрей Тетерин. Он приступает к работе с сегодняшнего дня. Подрядчику придется раскошелиться на срубленные липы в Александровском саду. Деревья спилили рабочие, потому что стволы мешали укладке бордюра. Губернатор области попросил подрядчика извиниться перед кировчанами и весной высадить на место новые деревья. Причем не просто кусты, а крупное красивое насаждение. Кроме лип, под вырубку попала и сирень. Причем спиливание сирени не было согласовано с мэрией. Специалисты УДПИ пообещали выехать на место с проверкой. Еще одним серым забором в городе стало больше. Рабочие начали убирать пешеходный переход на перекрестке улиц Воровского и Производственной. На прошлой неделе ГИБДД и мэрия решили, что один из переходов УТЦ «УАЗИС» лишний. Сегодня по периметру проезжей части начали устанавливать серый забор. Пока проход не загородили, но скоро это исправят. На этой неделе, как уберут светофор, сразу ставим. Теперь вместо одной зебры кировчанам придется обойти три соседних перехода. По мнению чиновников и сотрудников ГИБДД, это должно обеспечить безопасность и разгрузить перекресток. Кировчанам же такие схемы переходов не понравились. Кировчане подхватят Цербер и Грифон. Это новые штаммы коронавируса. Их ждут в области в ближайшее время. В Министерстве здравоохранения говорят, что они проявляются как обычное ОРВИ. Ожидается приход и свиного гриппа АХ1Н1. В целом, обстановка по заболеваемости не очень позитивная. За неделю показатели по ОРВИ и гриппу увеличились на 20%. Причем во всех возрастных группах. Медики говорят, что цифры в предстоящей неделе будут только расти. В Минздраве же заверили, что система готова к эпидемии. В Киров приехала лаборатория, которая должна будет улавливать все запахи в воздухе. Комплекс начнет работу на улицах города в 2023 году. Возможно, именно эта лаборатория почувствует, чем же конкретно пахнет вечерами в юго-западном районе города. В итоге в городе хотят создать целую систему мониторинга воздуха. А пока предприятиям биохимпроизводства советуют следить за своими отчистными сооружениями. А животноводческим комплексом утилизировать навоз в специальных установках. И вот на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, как и город, такие и новости. Пусть и город новости будут во. Пока-пока. Роман Корнеев.